Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в ЖК Новая Ебутова от застройщика Язовская Слобода Инвест. Сдачу этого корпуса задержали на три года, так что давайте пройдем внутрь и посмотрим, что же они смогли построить за три года, все ли так хорошо или плохо. Ну, в общем, какое качество у нас в области. В мопах все очень грязно, отделка самая дешевая, на стене у нас декоративная штукатурка, на полу серая плитка. Открываем ДДУ собственницы и смотрим планчик и находим небольшие несоответствия. Появилась небольшая стеночка между кухней и комнатой, появился такой себе немаленький балкончик, примерно 3-4 квадратных метра, но это больше плюс, чем минус. Кстати, обратите внимание на перегородку между двумя квартирами, можно с соседом за руку здороваться и доброго утра пожелать. Ну и самое интересное, это трансформация небольшой однокомнатной квартиры в большую студию. Вот здесь вот забыли построить стену между комнатой и кухней. Многие подписчики спрашивают, а проверяем ли мы вентиляцию? Да, конечно, проверяем. Здесь, например, отсутствовала тяга. После вскрытия сразу все стало ясно. Стяжка у нас достаточно ровная, отклонений практически нету, а вот напольное покрытие использовано самое дешевое. В этой квартире у нас только одна межкомнатная дверь между ванной комнатой и кухней гостиной, но даже здесь умудрились накосячить. Пенный шов отсутствует полностью таким образом, что даже можно ладонь засунуть. И давайте осмотрим ванную комнату более подробно. Герметизация ванны выполнена ужасно. На хромированных элементах присутствует окисление от щелочи, отслоение настенной плитки, несовпадение швов, уступы между смежными плитками. Ну, в общем, полный набор. А вот здесь вот самое интересное. Подсоединение канализационной трубы к унитазу выполнено при помощи пяти углов поворота под 90 градусов. Это такие импровизированные американские горки. Также присутствуют протечки в зоне подсоединения полотенцесушителя. Кстати, лучше всего заменить на электрический. В этом случае возможность затопить соседей кипятком будет минимальная. В общем, этот ЖК очень хорошо соответствует своему названию. Напишите в комментарии, что вы об этом думаете.